Снижение интенсивности работы служб эвакуации привело сегодня к очевидным проблемам, когда центральные улицы города вновь превратились в хаотичные парковочные зоны. Добрый день. На улице Карла Липнихта, возле банка ВТБ, стоит автомобиль Сузуки под знаком 327. Будьте добры отправить экипаж и эвакуатор. Примите меры. Принято. Спасибо. Не все звонки, поступающие от волонтеров, по нарушениям правилам сегодня оперативно отрабатываются. Одна из причин – большая часть сотрудников полиции задействована в работе по обеспечению правопорядка в районе проведения Кубка Конфедерации. Провели мониторинг улиц Островского, Воровского, Карла Липнихта, Переулка Зеленого. Порядка 300 звонков было с нашей стороны в ГИБД города Сочи. Отреагировали всего лишь на два случая нарушения. Эвакуация не должна быть выборочной. Об этом не раз шла речь на планерных совещаниях главы города. Если под знаком стоит пять машин, то и эвакуировать надо все пять. Но, отметил Мугдин Чермит, убирать нужно те машины, которые реально мешают движению других автомобилей и пешеходов. Параллельно комиссия по безопасности дорожного движения пересмотрит дислокацию установленных знаков и бесплатных парковочных мест. Так как мест не хватает, ну там, где можно, ну пусть паркуются. То, что под знаками паркуются, тоже давайте посмотрим. Но если какой-то квартал может быть чуть пошире, а там стоит знак, давайте тоже пойдем навстречу. Автовладельцам, в свою очередь, напоминают не оставлять авто под запрещающими знаками и не нарушать правила парковки. Мы вернемся к полномасштабной работе по эвакуации автомобилей и обеспечим доступность наших улиц и проезд по ним. Ни полиция, ни пожарные службы зачастую не могут добраться к месту назначения. Работать по эвакуации автомобилей мы будем. Это будет совместная работа, но это будет вестись по наблюдениям той комиссии, которую мы сформировали, для того, чтобы впредь избежать различных кривотолков и жалоб со стороны населения. С 11 июля контролировать работу служб эвакуации в Сочи будет мэрия. Таковы новые требования федерального законодательства.